А мы продолжаем наше вещание с выставки CPM. И сейчас у меня в гостях Марина Казакова. Она выступала спикером в рамках выставки. Марина, скажите, какие вопросы вы затрагивали, что обсуждали? Привет, Володя. Да, я Марина Казакова. Представляю здесь на выставке школу Merchandising and Windows и проектное бюро, дизайн-бюро в Вуди. Собственно, о чем, вообще, чему была посвящена именно моя часть? Естественно, ритейл-трендом, алгоритмы визуального мерчандайзинга и как важно его интегрировать в действующий магазин и при создании нового магазина. Но еще мы коснулись цветовых трендов по версии института Pantone и разобрали, собственно, формулу успешного магазина и показали, как с помощью визуального мерчандайзинга повысить продажи и коммерческие показатели. Лайфхак для наших зрителей. Скажите эту самую формулу идеального магазина буквально в двух-трех словах. Молодец, хороший интервьюер, Владимир. Формула следующая. Алгоритм визуального мерчандайзинга. Четыре этапа. Этап один. Как организовано твое пространство? Зонирование. Этап два. Какое торговое оборудование и разновидности ты интегрируешь вообще, используешь в дизайне магазина? Этап три. Какие техники презентации товара ты используешь, демонстрируя свой продукт? И четыре. Ритейл-маркетинг. Обязательно визуальная коммуникация в виде графики, навигации и баннеров, постеров обязательно должны быть интегрированы в дизайн магазина. Вот он. Алгоритм четыре этапа. Вот, это все. Так, Марина, подождите. Я вас так просто отпустить не могу. Вы еще затронули, сказали про такое замечательное слово, как тенденция. Вот какие тенденции были в 2019 году и какие сейчас остаются до сих пор в 2020? Хоть начало года, многое поменяется, но… Слушайте, учитывая, что я все-таки визуальный мерчендайзер и креативщик дизайн пространств, я, конечно, говорю про визуальные тренды. И учитывая, что это ритейл, каждый год невозможно менять дизайн своего магазина. Естественно, наши тренды, они более долгосрочные. Раз в три-четыре года. И, естественно, есть шесть мощных именитых брендов. Я, конечно, их сейчас тезисно назову, но нужно смотреть, нужно присутствовать и смотреть мои лекции, чтобы видеть картинки. Тренд номер один – экологичность. Вы, наверное, видите ее вообще везде в социальных пространствах. Тренд номер два – это такая, господи, такой модерновый арт-деко, такой премиальный немножечко тренд. Тренд номер три – урбанистичность, дальше монохром и вечная классика, такой черно-белый, достаточно тоже премиальный вид магазинов. Ну, то есть это тезисы вот тех самых трендов. А вот многие говорили перед Новым годом, заключали итог, многие эксперты говорили, что 2019 год стал годом минимализма. Минимализм уходит от нас? Ой, боже, ну ладно. Но вообще культурно и массово, так или иначе, мы идем все к минимализму. Мы избавляемся от лишнего, мы больше идем к какой-то идейности, и к внутренним базовым основам. Это также отражается визуально, в интерьерах, в торговых. Я за ритейл отвечаю, за магазины. И, конечно, минимализм – один из инструментов работы с дизайном магазинов и с оборудованием. Поэтому, да, в общем-то, да, мы его используем и будем использовать еще не один год. То есть никуда он от нас не уйдет в ближайшем будущем. Марина, спасибо вам огромное, оставайтесь с нами.